Да. Так, все. Мы начинаем 60-й урок. У нас сегодня очень юбилейный. 60-й... Юбилейный урок, да. Значит, 60-й это уже... 60-й это уже уровень. Это уровень очень серьезный. Почему 60-й это серьезный уровень? Кто знает? 60-й это уровень... Как 60 секунд есть, 60 минут. 60 лет это тоже уровень. Это серьезный уровень, да. Значит, все, дорогие друзья. Где у нас? Шалом. Анарюс. Первая зашла. Шалом. Шалом. А, видно, я зашел на минуту раньше, чем обычно. Так, Алекс Поделка. Все. Лиля Берман. Яков Шатайдин, наш бессменный. Бессменный наш Яков Шатайдин. Почему Яков Шатайдин зелененьким написано, что он смотрит? Интересно. Кто-то написано зелененьким, а кто-то просто шалом. А, кто мои друзья, а не зелененькие, да. Виктор Комисорук, мой друг зелененьким, Светлана Карачева. Всем привет. Итак, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Сейчас мы на девятой главе. Девятая глава и сразу пятый отрывок. Я уже, кстати, перевод сделал. Уже со следующего урока. Завтра уже будете, вы сможете открывать перевод и одновременно видеть перевод. Очень важно, да. Чтобы потом можно было повторить, написать что-нибудь, разместить пост именно с самими отрывками из Мишли, с переводом, и со своими комментариями. Ваши три вывода это ваш комментарий. То есть так у вас будет, представляете, там будет ваши комментарии на притчи царя Соломона. Классно. Каждый должен изучить и прокомментировать. Пятый отрывок. Значит, давайте, чтобы было понятно, пятое, это продолжение четвертого. Четвертый отрывок был такой, что наивный, тот, кто наивный, давай, заворачивай сюда, говорит божественная мудрость. Иди сюда, наивному она говорит. И тот, у кого хасэр лев, тот, у кого не хватает в сердце силы, чтобы управлять собой, да, у него нет вот этого мусара, который позволяет человеку управлять своими желаниями, вожделениями. И тому, кого нету, вот этого вот не хватает сердца дословно, говорит она ему. Что она ему говорит? Это божественная мудрость. Она ему говорит так, пятый отрывок в матери пришли. Она ему говорит так, заходите, покушайте моего хлеба, говорит божественная мудрость Хохма, заходите, поешьте моего хлеба и попейте вина, которую я вам наливаю. Значит, тут в чем интересно, как она устроена. Значит, в начале притчи, в первой главе, царь Соломон говорит, что я написал эту книгу, притчи, для того, чтобы дать наивным хитрость. Одна из целей этой книги, это дать наивным арма вот эту вот хитрость, ну то есть дать им включить их мозг. Значит, ленаар дат умазима, а наар, наар это подросткам, дать такую намеренность, намеренность, рассудительность такую, да, и это было написано в первой главе. Теперь здесь нам говорит божественная мудрость тем, которые наивны, говорит, зайдите сюда, поучите. Когда вы учите Тору божественную мудрость, вот эти аксиомы, то они просто дают божественный свет. Они очищают мозги лучше, чем вообще любой психотерапевт, любой психолог. То есть ты изучаешь эти аксиомы Торы, которые чистые и понятные и прозрачные и абсолютно такие вот прямо обоснованные, да, это Бог их дал, аксиомы эти. И, значит, это называется как хлеб, основа такая, да. Зайдите, поешьте хлеб мой, говорит божественная мудрость, наивным, и попейте вино, которое я вам наливаю. Вот этим вот подросткам, казалось бы, им нельзя пить вино, но здесь царь Соломон использовал вино, как метафора бины, метафора рассудительности. То есть метафора лодики. Он говорит, смотрите, если тебя все время колбасит, ты все время идешь по влечениям твоего сердца, давай научимся быть рассудительными. У меня мой старший сын, он учится в Ешиве, в Израиле, и он, вот я ему говорю, там, Ильишамат, давай приезжай там туда. Он говорит, давай подумаем. Значит, я сейчас нахожусь здесь. Так. Значит, ты находишься там. Так. Значит, ты мне говоришь, давай приедем туда. Так. А у меня есть вот такие-то дела. Тоже так. И давай теперь подумаем, как это все сопоставить. То есть он ему 18 лет, он рассудительный. Он не делает ни одного действия, прежде чем он не проанализирует всю ситуацию с разных сторон и не сделает вот этих вот выводов. Это вот качество бина. Бина – это рассудительность такая, логика. И он говорит, значит, наивному надо вначале вложить аксиомы правильные, да. Причем Тора, Тору невозможно не понять. То есть ее можно не понять с первого раза, но со второго, с третьего, с четвертого, с пятого, с десятого раза. Она все равно человеку входит в голову. Было бы желание. Плюс, когда человек хочет учить Тору, у него есть то, что называется «сията дешмая» – поддержка небес. То есть если ты ставишь цель и говоришь Богу, я хочу понять, я хочу понять, пожалуйста, помоги мне, помоги, оп, заходит. Потому что, мы тоже учили это в третьей главе, что Бог дает хохму, Бог дает божественную мудрость. «Ми пив» из его рта, как бы, да, это метафора. «Датутвуна», из его метафоры, из его рта, это идет «дат», познание и вот эта вот сообразительность и логика. Все, значит, кто хочет, ему с неба помогут. Дальше, шестой отрывок. «Азву птаим вэхаю, вэйшру бадэрэгбина». Значит, и шестой отрывок, он как раз, наше предположение, он его подтверждает, потому что он и говорит «оставьте свою наивность и будете жить». То есть вы, когда человек наивный, что значит человек наивный? Он вообще не понимает, где он, и он идет по-любому, его туда позвали, он туда пошел, сюда позвали, сюда пошел. То есть он всему верит, но так как мир в основном это мир лжи, значит его голова заполняется совершенно лживыми аксиомами, то есть исходными предпосылками. Наивный человек – это тот человек, который верит любым исходным предпосылкам. Ему сказали, там, носим рваные джинсы, носим, носим нерванные, носим. Без бумажки ты букашка, он идет в институт учиться. Или если у него нет бумажки, он думает, что он букашка. Это бред, он не букашка. Хоть он с бумажкой, хоть он без бумажки, он человек в любом случае. Но наивный он верит всем вот этим вот бабушкиным сказкам, всем этим присказкам и так далее. И поэтому говорит ему божественная мудрость Тора в 6-м отрывке 9-й главы. Оставьте свою наивность и будете жить. То есть когда вы перейдете на божественные аксиомы и будете верить Богу. Не надо верить никому, верите Богу. То есть есть аксиомы. Все равно во что-то человек верит, не может человек ни во что не верить. Мы не в вакууме живем, к сожалению или к счастью. В общем, по факту, мы живем не в вакууме. Человек живет в мире каких-то предположений, как мир работает. И поэтому говорит царь Соломон, божественная мудрость через царя Соломона говорит так. Значит, оставьте свою наивность и будете жить. Чем будете жить? Божественным знанием. И будете вы счастливы, будете вы счастливы, если вы пойдете по пути рассудительности, по пути логики. Что такое логика? Понимать вещь из вещи. Копайте. Мария Верджей из солнечного Лос-Анджелеса. Да, привет, Мария. Значит, будьте рассудительны. Нужно всегда задавать вопрос, что это значит? А откуда это идет? А зачем это происходит? А почему это так? Где корни? То есть любое знание, которое к вам приходит, если его копнут рассудительностью, оно начинает, это знание, открываться на многоуровневую систему. Шалом, Дмитрий Тим, шалом. И, значит, это знание, оно разворачивается. И человек, который научился разворачивать вот эту вот всю картину мира своей логикой, он счастлив будет. Почему он будет счастлив? А потому что человек от обратного. Человек несчастлив, когда он боится. Человек несчастлив, когда он беспокоится. Человек несчастлив, когда он описывает негативно себя и свою жизнь. Но, но, человек, если разберет логикой вот эту всю свою картину мира, он поймет, что он сам это все придумал. Ты придумал, ты придумал сам свое беспокойство, ты не знаешь, что будет завтра. Ты придумал сам свои опасения, ты не знаешь, что будет. Ты сам же себя поставил, это вчера у меня был с сыном разговор, значит, он, все, я хочу стать чемпионом мира по тикбоксингу. Я говорю, зачем? Чтобы быть тем-то. Я говорю, а кто тебе сказал, что чемпион мира кто-то? Он, кто такой чемпион мира по тикбоксингу вообще? Это никто. Это ты, наоборот, ты в Хедере учишься, ты человек, ты учишься Божественную Тору. Ты человек, зачем тебе доказывать кому-то, что ты кто-то, через то, что ты бьешь кому-то морду именно по правилам тикбоксинга? Что это? Кому ты что докажешь? Это ложь, иллюзия. Еще из-за этого расстраиваться, что ты не чемпион мира по тикбоксингу и вписываться в какую-то историю, в которой тебе надо 10 лет тренироваться, может, потом ты станешь чемпионом мира, а скорее всего, что нет. А сколько тебе поэтому будут по роже бить до этого, да? Я говорю, чемпион мира никто, все, вообще он никто. По тикбоксингу вообще никто. Понятно, да, идея? Значит, то есть, если у человека есть сообразительность, он может разобрать картину мира и собрать ее заново, и он будет счастлив. А в момент, когда он находится здесь и сейчас, он по-любому счастлив. Потому что в момент, когда человек жив, и он находится здесь и сейчас, если он уйдет в этот момент, он соберется в этот момент, прям собрался в этот момент, схлопнул вот эту всю картину мира, которую он строит, и он ее схлопывает до секунды. Вот если человек сосредоточит свое внимание на реальной секунде, то в эту секунду он будет счастлив, потому что в эту секунду он соединен со своей божественной душой, с Богом. А что может быть ему плохо? Да, единственное, что ему может быть плоховато, это если ему больно. Вот если ему реально больно, то ему может быть в эту секунду плохо. Но если он уйдет глубже в боль, то он поймет, что даже боль это внешнее по отношению к нему. То есть даже боль, он можно с ней разделиться, и он поймет, что это внешнее по отношению к нему. Но это мы глубоко копнули. Давайте двигаемся дальше. Восьмой отрывок. Восьмой отрывок. Дальше идет следующая... Нет, нет, седьмой отрывок. Смотрите, у нас есть категория людей, было уже две категории перечислено. Наивный и тот, у кого хасер лев, тот, кто не управляет своим сердцем. Такой эмоциональный. Было два человека. Значит, наивному надо учить аксиомы Тору. Эмоциональному надо стать рассудительным. Теперь дальше. Третья категория людей. Седьмой отрывок. Йосер лец локэхло колон. Умухиах лираша мумо. Значит, тот, кто пытается скорректировать леца, то получит позор. Что это значит? Есть еще третья категория грешников, которая называется лец. Лец это насмешник. Или по-русски это циник такой. Циник. Вот эти цинити, они думают, что у них все отлично. Знаете, как есть такие цинити люди, да? О, это что ты мне рассказываешь про эту Тору? Тора там, да я тебе сейчас сам все расскажу. Что ты, Бога нет. Это цинити такие. Знаете, есть люди, цинити. О, это что ты мне рассказываешь? Что там, я все знаю. Ученые математики доказали. А ты Бога видел. И начинают они шутки шутить, да? Это с ними сложнее. С ними сложнее. Потому что наивный человек, он просто не знает. И он, если ты ему откроешь глаза, он как бы перестает быть наивным. Человек, который эмоционально грешит, да? Который не может справиться со своими вожделениями, со своими животными наклонностями. Но он знает, что есть Бог. И ты ему просто помог взять под контроль свою жизнь. Организовать свою жизнь, организовать свое мышление. И он говорит, слава Богу, сумел я справиться со своими вожделениями. Это две категории грешников, очень, достаточно легко исправимые, да? Один не знает про Бога. Второй знает про Бога, но не может победить свое злое начало, свою инстинктивную животную природу. Есть третья категория. Цинити, насмешники, которые насмехаются. Скептики они еще называются. Скептики. Которые насмехаются над Богом. Которые, которые... Они как бы умные такие. И они не просто, они не могут победить свою животную природу. Они не хотят победить свою животную природу. Они назвали свою животную природу правильной. Есть ужасные люди. Есть такие евреи, которые просто у меня вообще... Я просто поражаюсь, как они могут. Причем пытаются быть популярными. Я не хочу назвать, потому что я... Ну, не хочу говорить лошонара. Но это просто... Они конкретно идут против Бога, потому что они перевернули свою натуру на сторону зла, на сторону цинизма, на сторону такого отвратительного просто... Ну, вот именно конкретно на сторону зла. И мало этого, они пропагандируют это зло как добро. То есть они как раз повернули все как добро. Это страшно. Это просто реально страшно. И, значит, вот про них написано, что тот, кто их увещевает, он получит позор. То есть они... Их нельзя увещевать. Они, когда ты ему говоришь, что делаешь что-то плохо, он, наоборот, тебя начнет позорить. Да? С ними лучше вообще не связываться. И Махия Хлероша, Мумо. А тот, кто пытается увещевать злодея, то это вообще как увещевать карлика. Мумо это как порог. То есть ты как будто бы пытаешься увещевать карлика, что он карлик. Это вообще бесполезно. Он же это карлик, что его увещевать. Злодей это тот, который уже он создает зло. Да? Он не просто циник. Это четвертая стадия. То есть есть четыре типа грешников. Да? Первое. Это не знает про Бога. Второе. Знает про Бога, но не может не грешить и страдает от того, что грешит. Третья стадия. Это насмешник, который циник такой. Который насмехается над всем. И если ты его затронешь, что про Бога, он начнет над тобой же насмехаться. Четвертое. Это злодей, который наедет на тебя первый. И который не он тебя увещает. Не ты его увещеваешь, что он неправильно живет. А он тебя пытается сдвинуть с пути. То есть он активное такое зло. Это четыре категории грешника. Значит, восьмое. Восьмой отрывок. Вот этого леца, скептика, его не надо увещевать, потому что он тогда тебя возненавидит. Как получается, как маем по ним ли по ним, так сердце человека на сердце другого человека. То есть ты его увещеваешь, ты наоборот включаешь у него сопротивление. Ты наоборот включаешь, что он начинает тебя ненавидеть. Поэтому его лучше не увещевать. И я читал Малпин, он советует с такими людьми идти через логику. Просто он же скептик. Ты не наезжая на него, ты просто ему даешь какие-то логические доводы. И в какой-то момент только таким путем, не наездом, не давлением на него, а только путем сообщения ему какой-то информации, которую он может принять, это единственный путь, сделать так, чтобы он тебя не возненавидел и не спорил с тобой. Это как бы работа с насмешниками, со скептиками. Значит, Охахли хахам вея веха. Но если ты делаешь то хаха увещевание мудрецу, человеку, который знает божественную мудрость, он тебя за это будет только любить. Интересный тоже подход. То есть, если ты говоришь то хаха, это когда ты человеку говоришь, ты знаешь, мне кажется, что в служении Бога ты где-то там тут ошибся, там ошибся. Мудрец, он наоборот говорит, классно, что у меня есть обратная связь, что я понимаю, даже если, даже если я, вот я расскажу историю, как-то был такой мудрец Бальшимтов. Бальшимтов, он, значит, увидел, как кто-то нарушает шаббат. А он, значит, есть такое правило, что я вижу только то, что сам делаю. И он, значит, он думает, наверное, я тоже нарушаю где-то шаббат. Наверное, где-то что-то со мной не так. И он начал думать, думал, думал. В общем, он нашел, что он где-то слышал, как кого-то из мудрецов кто-то там оскорблял, ну, плохо про него говорил. И он не отреагировал на это, ну, как бы не остановил. А мудрец Тора, это как шаббат, да, у них там есть какое-то соответствие. И он понял, что это ему был знак-намек. То есть мудрец, так как у него единственная цель в жизни, это приближение к Богу и развитие, и рост в этом направлении, то он воспринимает любую, любое внешнее, даже эта критика, даже эта неприятность, даже это страдание, он это воспринимает как послание от Бога, знак, и что-то в себе исправляет. То есть для него вся его жизнь идет через исправление. Поэтому написано в девятом отрывке, в восьмом отрывке, что «Охиах ли хахам», и он тебя будет за это любить. То есть он будет тебя за это любить, потому что ты ему даешь вот эти вот увещевания. И последний, девятый отрывок «Тен ли хахам ваях кэм?» Потому что чем больше ты даешь знаний, божественных знаний мудрецу, тем больше он становится мудрецом. То есть тут очень интересно, как в перте вот написано, «Кто называется мудрецом?» «Ми хахам, а лумет меколь адам». Хахам – это тот, кто учится от каждого человека. И царь Давид, царь Давид, мудрейший из людей, который был папа царя Соломона, он говорил «Меколь меламда искалки, от каждого, кто поучал меня, я чему-то умудрился, у меня сэхаль как бы усилился, да, мой интеллект?» «Ти эдутеха сэхали, потому что свидетельство твое, божественное, говорило со мной». То есть он понимал, что это не люди с ним разговаривают. Царь Давид жил в другом мире, это мир мистиков. Они понимают, что Бог с ними разговаривает через все. И когда человек включается в такой подход к жизни, когда он дюш, «Бог со мной разговаривает через все», и он все время думает о Боге, то Бог реально начинает с ним разговаривать через все. То есть он выходит совершенно в другую реальность, в мистическую реальность, в которой маска, вот эта вот механическая вселенная, для него, она перестает быть механической, и с ним начинает Бог вести ашгаха-прати, то есть это называется индивидуальное проведение. И в девятом отрывке написано «Дай божественной мудрости мудрецу, и он станет еще мудрее», «Удалит цадик в оси флеках», «Сообщи что-то цадику, и он добавит себе урок». Значит, хаха-мудрец, чем отличается мудрец от цадика? Мудрец – это тот, кто знает очень много аксиом Торы, и он знает Тору. Это мудрец, он – это интеллектуальное служение. Цадик – это праведник, который изо всех сил устремляется к Богу, и говорит, «Для меня это самое важное, он молится, там все». И Бог ему открывает. Цадик – это больше мистик, а хахам – это больше мудрец. Сообщи мудрецу, и он добавит себе знания. Сообщи цадику любой поступок, и он добавит себе леках, добавит урок. Значит, есть известная история. В одном городе лет 300 назад на заре хасидизма жило два человека. Был раввин один литовский, который учил Тору постоянно, нон-стоп он учил Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, все книги, он все это учил, учил, учил. И был хасидский такой цадик праведник, который все время молился, читал псалмы, помогал людям, жил такой вот самоотверженной, мистической, духовной жизнью. И, значит, как-то произошла одна вещь, что у одной женщины она не могла дома спать, и она не могла там вообще и не засыпала, и во сне приходил ее покойный муж и плакал, а мужа уже похоронили. И она побежала к этому цадику и говорит, значит, ой, помолите за меня, сделайте что-то. Этот цадик помолился за нее, потом к ней приходит и говорит, надо раскопать могилу мужа, там лежит какое-то ей дал поклонство. Какое-то лежит ей дал поклонство, потому что вот мне такое, значит, в общем, раскопайте, посмотрите. Раскопали могилу, действительно, гроб его, и там лежит какой-то там, ну, какая-то штука, там, какая-то культовая штука из едалопоклонства. Значит, ну, какой-то символ, которому люди поклоняются. Значит, убрали эту штуку и едалопоклонскую, и он, муж ночью, перестал приходить к ней и плакать во сне. Значит, это, ну, слух пошел, что это цадик, он чудотворит, все, и этот раввин встречает этого цадика как-то на улице. Ему говорит, я, говорит, даже не знал, что вы учите иерусалимский талмуд. Ну, иерусалимский талмуд учат только самые такие мудрецы на высочайшем уровне, да, которые закончили уже весь Вавилонский талмуд, 60 трактатов, которые там уже, ну, на таком уровне, уровне. Значит, он говорит, я и не знал, что вы учите иерусалимский талмуд. Цадик это ему говорит, о чем вы? говорит, какой Талмуд в Иерусалимске. Он говорит, ну как, в Иерусалимском Талмуде на таком-то листе написано, что так-то, так-то и так-то, и если человек приходит, ну, покойный приходит ночью, значит, скорее всего, там, если какое-то поклонство, что-то с этим связано. Он говорит, а я не знал, говорит, я Иерусалимский Талмуд никогда не учил. А тот его спрашивает, а откуда же вы знаете? Откуда вы знаете? Он говорит, я это знаю оттуда же, откуда это знает Иерусалимский Талмуд. То есть Иерусалимский Талмуд кто же откуда-то это узнал? От Бога он узнал это, да, то есть Тора же, она от Бога идет, он говорит, так я от Бога узнал все, напрямую, но этот путь, опять же, он такой не для всех, потому что часто когда человек говорит, что все, мне было видение, там, мне было видение, я помню, когда-то у нас работала няня, и значит, и она, мы поехали в Израиль, когда была еще ель маленькая, там, ну, в общем, и няня, она была такая верующая христианка, очень евангелистка, такая, прям верующая, верующая, прям она все время училась, молилась тоже, ну, то есть очень хорошая женщина, Люда, значит, ее звали, и тут, значит, она пошла с ребенком гулять, и она прибегает с такими глазами, говорит, мне, говорит, голос с неба был, прям реально голос с неба, и там есть одно место, где постоянно голос этот взывает, как вот Авраам, Авраам, там было, знаете, как вот, Яков, Яков, там, все, значит, мы думаем, ну, что, она с ума сошла, бывает в Иерусалиме, людей накрывает очень сильно иерусалимский синдром, но там духовность большая, и человек, который сильно духовный, его, бывает, перекрывает малеха духовностью, да, она говорит, я вам говорю точно, взывают голос с неба, взывают голос с неба, именами разными меня называют, но именно идет конкретно взывание по два раза, там, то, то Яков, Яков, то Сара, Сара, то Ривка, Рива, Ривка, ну, говорит, Люда-Люда ни разу не называл, говорит, идемте вам покажем, значит, мы выходим, там действительно такой парчик небольшой возле дома, она говорит, вот не всегда, а вот иногда, да, значит, ну, мы сидим, ждем, значит, и тут такой голос, действительно, там, Ицхак, Ицхак, я думаю, что, откуда этот голос, а потом я понимаю, там через дорогу кафе Арома, в кафе Ароме, когда делаешь заказ на кассе, ты говоришь свое имя, когда твой заказ готов, тебе через микрофон говорят, там, Ицхак, Ицхак, например, или там, ну, кто заказал его имя, значит, объявляют в микрофон, и когда ветер оттуда дует, то эти объявления доносятся, поэтому, когда человек говорит, что ему внутри взывают голос, там, божественный голос, надо проверять, кто к нему, или, да, кто к нему взывает, или это голос, или это, значит, все, дорогие друзья, давайте сделаем вывод, давайте сделаем вывод, какой у нас есть вывод, значит, я делаю свой вывод, есть 4 категории, 4 категории грешников, людей, которые отошли от Бога, это первый мой вывод, это тот, кто не знает, тот, кто знает про Бога, но не может, тот, кто знает про Бога и не хочет, идет против Бога, ну, смеется, или сомневается в Боге, назовем это так, стептик, и четвертая категория, тот, кто идет против Бога, конкретно, прямо воюют злодеи. Это четыре категории. И с каждым из них есть определенный тип общения, который, ну, со злодеями лучше вообще не связываться. Со стептиками нужно просто отдавать информацию, пускай думают. Значит, те, которые знают про Бога и хотят, им тяжело, они просто не могут, им надо помочь, преодолеть себя, победить себя, и те, которые не знают про Бога, им надо, на них уже надо давить. Вот этих надо конкретно, его надо прямо обучить, заставить, наивных, будем наивных охмурять, скажем так. Ну, потому что они наивные, они всему верят. Так пусть верят в правду хотя бы, да? Пусть верят в правду. И, значит, дальше, потому что если этих наивных не перевести на путь Торы, их обязательно кто-то переведет на путь зла. То есть, или уведет их куда-то в секту какую-то, или в, ну, куда-то еще. То есть, наивные они как бы на расхват. Все наивные на расхват. Все. И, ну, в общем, все. Это то, что я понял из этого урока. Все, друзья. Вам удачи, хорошего дня. Обязательно сделайте свой личный вывод, напишите этот личный вывод. Поделитесь своим личным выводом. И до завтра. Все. Удачи, успехов. До завтра.